Очередной случай живодёрства и жестокого обращения с животными вызвал возмущение всех неравнодушных к судьбам братьев наших меньших. Все помнят случай, произошедший 10 февраля. Тогда на опору старого моста через пину кто-то сбросил четырёх котов. И вот новый случай, который произошёл в минувшую пятницу, 20 февраля. Вновь на той же опоре через реку сидел кот. У места происшествия дежурила машина МЧС. Хотелось бы отметить то, что это уже второй случай за полторы недели. Перед этим это 12 февраля было. Там четыре кота было на этой опоре. Ясно, что сами они туда никак попасть не могли. Это просто какое-то кощунственное отношение к животным. Мороз, холод и сбросить туда животных ради чего. Так же, как и в первом случае, операцию по спасению несчастного животного доверили Кириллу Саунину. Он занимается альпинизмом 15 лет. И у него есть лицензия на осуществление такого вида работ. Ему понадобилось несколько минут, чтобы спуститься на опору моста и забрать бедное животное. Безсловно, опять какой-то такой поступок. Не человеческий. Абсолютно не человечные люди это делают. Позвонили, был на работе, позвонили сотрудники МЧС. Тоже как-то с таким интересным голосом сказали, Кирилл снова кот на мосту и надо спасать. Собственно, вот приехали. Сразу отозвались, приехали сразу, конечно. Ну, вот он спасенный. Произошедший во второй раз случай, его не оставило равнодушным. Пускай сам спрыгнет, посидит на этой колонне, а потом мы приедем, доблестно спасем его. Если он нашел, на ком вымещать свой какой-то негатив на животных, ну, пускай на себе попробует это выместить. Вот. А так однозначно поступок, который, ну, нельзя оставлять безнаказанным, как бы. Будем надеяться, что общество само будет помогать нам найти данного человека и раскрыть все-таки вот эти злодеяния. Это уже второе аналогичное происшествие за последние полторы недели в нашем городе. Исходя из этого и перенимая во внимание тот факт, что для оказания помощи животным требуется вызов сотрудников МЧС, возможно, последуют конкретные меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем. Слов очень мало и трудно их подобрать. Явно тут патологическая какая-то личность, либо это подросток, у которого стерлась грань между виртуальной и реальной жизнью, или, ну, настоящий патологический тип, потому что нормальный человек же так себя не ведет. Это все очевидно и понятно. И нам всегда очень странно, что в этом случае милиция плохо реагирует, потому что, кажется, всем известно, жестокость к животным и к людям – это явление одного порядка. Именно поэтому мы направили письмо начальнику милиции с просьбой как-то вникнуть в это дело и, может быть, помочь, помочь выявить, вычленить эту личность. Кот после спасения лежал мирно в мешке. В тот же день он был доставлен для осмотра в ветвь лечебницу. Напомню, что 27 января вступила в силу статья Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая предусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. И сейчас живодерам может грозить реальное наказание вплоть до года тюремного заключения. Уголовного кодекса Республики Беларусь